Комментарии, да, спасибо за поведу футболистам и, к сожалению, усложнили себя жизнь, усложнили себя жизнь, да, пропущенным мячом, но радует то, что потом все-таки сорняли и, наконец-таки, стандартное положение реализовали и забили. Вопросы? Сергей Владыков, пресс-блодочка, правильно, люди набедываются. Какой тяжелый получился матч? Он тяжелый получился настолько, насколько мы сами себя усложнили. Это можно говорить об этом, это раз. Да, мы понимаем то, что и свою динамичную команду, и команду настойчивую, и свои моменты будет создавать и организовывать. Но вопрос, опять же, тут вопрос противодействия двух соперников. И те моменты, которые у нас были, скажем так, те подходы, которые у нас были в первом тайме, мы должны были все-таки доводить их до острых моментов и до логического конца. Это именно либо по основанию, либо вов. К сожалению, мы это не использовали, привезли все стандарты, как следствие, в общем-то, 1-0. И потом вопрос нервозности. Нервозности следом могли получить себе и второй тут же эпизод, и второй момент получить. Но, к счастью, скажем так, случилось так, что не забил соперник. Ну, и потом мы отыгрались и, соответственно, увеличили преимущество. Ну, и в конце, опять же, защитили ворота героические, где-то лотарь, где-то игроки. Соответственно, можно сказать, что да, это тяжелый матч, как и любой другой матч конца сезона, в котором решается та или иная турнирная ситуация. Вы пропустили в контур-атаке, это чем-то ошибка, это случайность какая-то? Мы говорим о том, что соперник, мы обесценив соперника. Обесценив соперника я ни в коем случае не хочу. Был момент, мы ошиблись, соперник нас наказал, но часть футбола я рад. Соответственно, вопрос стандарта, и на стандарте надо быть внимательны. И ситуация, опять же, первого тайма, когда мы против ветра не добивали мячей, перебивали. И, как следствие, во втором тайме, наоборот, низко садились, а мяч был, скажем так, недостаточно быстро, притормаживал ветер, и он падал перед нами, и это создало преимущество не уже не нам, а соответственно соперника. А в первом тайме, то вопрос, опять же, о преимуществе соперника, потому что мы его просто банально не перебивали, как следствие, и ввезли в контур-атаке. То, что было в первом тайме, недостаточно. Обратная замена войсков вообще все равно? Связано с болезнью, то, что не до конца он набрал кондиции, и все-таки болезнь серьезная, ковид, и, конечно, несет за собой определенные последствия именно от того, что где-то теряется концентрация, где-то функциональные люди выпадают, и мы видели то, что как бы болезнь ни старалась, как бы он ни хотел, конечно, есть последствия, есть в послевкусии именно ковида, и тут пришлось его поменять, потому что, ну, скажем так, закисывался, и пользу бы он не дал бы ни себе, ни у него, ни крылья, ни крылья. Азов? Вопрос. Азов. Не забудьте вопрос. Оба гола были забиты при участии Мушенко непосредственно. Как оцените действия игрока сегодня? Оба гола были забиты непосредственно с участием как Мушенко, так и с участием всей команды, и, как следствие, были забиты голой. Были забиты стандарты, и я отмечу то, что не получалось у нас реализовать на стандартах, и, к счастью, то, что мы сегодня забили два стандарта. Вот, и это здорово. Я рад, что мы забили, я рад, что ребята это использовали, но не рад тому, что мы были в первом тайме инертны на стандартных положениях, и, более того, мы и привезли себе эпизод со стандартного положения, когда мы разыграли мяч, мяч был открыт, никто не встречал, надо исполнять, доводить, мы не довели, не исполнили, и потом еще побежали спасать сетчество и привезли себе в контратаку. Ну, это не совсем хорошо. Ну, ребята, молодцы, им спасибо. То, что Гомза и Васильев сегодня выпали из состава, насколько это сказалось на подготовке к матчу? Это серьезные потери, и потери серьезные как в плане именно персонали, так и в плане именно в той ситуации, в которой оказалась команда. Достаточно больных, достаточно людей, которые возвращаются после болезни, и, конечно, ресурсы, даже в сегодняшней игре, это было видно, что ресурсы у нас ограничены, иментированы, и, как следствие, опять же, и тема войсков, когда пришлось, опять же, его поменять, и, опять же, влияние тоже полезно. И на сегодняшний день у нас любовь к футболисту, это принципиально важно, и принципиально, и принципиально наличие его, и, соответственно, да, это важная потеря. И Женя Иваненко тоже побыстрее всего, Санимович? Да, по-прежнему. Вы гонли по-прежнему в медальной гонке, на какой итоговый результат вы постараетесь, прежде всего, себя, на экономику тоже? Ну, мы, как, наверное, любой спортсмен, мы пытаемся даже так, медальной гонке, это замечательно, я рад, что мы в этом участвуем. Что касательно этого, у нас есть две игры, мы, непосредственно, будем пытаться во всех этих двух играх, пытаться победить и преуспеть. Об этих двух играх, как раз, Единков посылали в режим сборной, насколько это может намешать? Я думаю, что это достаточно мешает, почему? Потому что для того, чтобы так футболисты и в таком количестве ездили, с одной стороны, надо определенная, скажем так, ротация, как говорят коллеги, ротация. Почему? Потому что даже у нас 20-го числа матч, а Сардане, кажется, 16-го. Если будут они играть, то, соответственно, не успеют они до конца подготовиться. Это переезды, перелеты. И вопрос, опять же, эмоциональный, это эмоции, эмоции представлять страну, играть со сборной. С одной стороны. С другой стороны, я безумно рад, что у нас и футболисты, и сборная, и, опять же, можно сказать, и победить четвертый футболист, который производится в сборную, футболисты, которые молодежно в сборную. Я этому рад и желаю успеха и успеха в сборной. Ну и последний вопрос. Главный в этом сезоне ярох обсуждаем. Уже скоро будет проходить голосование за звание лучшего тренера с Белоруссией. Да? Это как они не скажут, а? Как вы оцениваете свои шансы? Как я оцениваю? Я никак не оцениваю. Если общественность решит, что это так, значит, что это так. Если это не решит так, то, ну, значит, не решит. Есть мое субъективное мнение относительно этого, но я, опять же, хотел бы это приселить. Спасибо. Если это возможно. Спасибо.